Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня мы вспомним Герберта Гувера. И я начну тоже с истории. В 1948 году профессор истории Гарвардского университета Артур Шлезингер-старший, он решился на необычный эксперимент. Попросил коллег-историков расставить американских президентов по ранжиру от великих, great, до неудачников, failure. И вот так был составлен первый в истории рейтинг президентов. Спустя 14 лет, в 1962 году, к примеру, папы последовал сын Артур Шлезингер-младч. Он тоже был профессором истории того же Гарвардского университета. И под его руководством родился второй в истории рейтинг президентов. За вторым последовал третий, потом четвертый, пятый, десятый. И опросы среди историков проводили различные организации. Последним, заслуживающим вниманием, был опрос, проведенный в 2017 году, всего три года назад. Опросили компанией CISPEN. Во всех без исключения опросах в число великих попадали три президента. Это Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн и Франклин Дилана Рузвельт. И в большинстве опросов среди неудачников оказывался Герберт Гувер. Вопрос, дамы и господа. Должны ли мы с вами воспринимать президентские рейтинги как нечто, не поддающееся сомнению, как истину в последние станции? Ну, разумеется, ни в коем случае. Отводя тому или иному президенту место в рейтинге, историки руководствуются прежде всего, ну, разумеется, фактами, событиями, имевшими место. Но некоторые факты, они могут сознательно забыть или не обращать на них внимания, не придавать им значения. Это во-первых. Есть и во-вторых. Один и тот же факт историки интерпретируют по-разному, исходя из своей идеологии. А большинство историков – это люди левых взглядов. Ну, например, преклоняясь перед Авраамом Линкольном, они сознательно забывают, забывают, что честный Эйб, так и называли Линкольна, честный Эйб, не сомневался, что черным не место среди белых. И об этом забывается. Преклоняясь перед Рузвельтом, они приписывают ему победу над Великой Депрессией, скрывают его постыдную роль в деле спасения европейских евреев и не хотят напоминать о сговоре со Сталином. Сговоре – это предательство Польши и других стран Восточной Европы. Но вот в отношении Гувера историки различных идеологических взглядов, они единодушны. Он не только не спас страну от экономического кризиса, но способствовал углублению кризиса. Кризис перерос в Великую Депрессию, и значит Гувер – один из худших в истории президентов. И если американцы сегодняшнего дня, наши современники сегодня, знают что-либо о Гувере, его имя ассоциируется у них исключительно с Великой Депрессией. Ничего другого о нем абсолютное большинство американцев не знают. Но ведь до того, как быть избранным в 1928 году президентом, Гувер прожил 54 года. И сделанное им не может не вызывать восхищения. Что же касается русских людей, они должны, должны, вне зависимости от страны обитания, в России или в любой другой стране, они должны низко кланяться в ноги Гуверу. Гувер спас от голода миллионы, миллионы россиян. Давайте обратимся к Герберту Гуверу. Его любимой книгой был роман Дэвид Копперфильд. Ну и легко понять, почему Гувер, как и герой романа Чарльза Диккенса, был сиротой. Но в отличие от Дэвида, который остался только без отца, мы с вами знаем, что его мама вышла замуж, у него был отчим, Гувер был круглым сиротой. Берти, его называли все, Берти Герберта Гувера, друзья, родные называли Берти. Так вот, Берти остался без отца в 6 лет, в 9 лет он остался без матери. Его опекали по очереди разные родственники, пока он не попал в семью дяди-врача. И дядя-врач переехал сам из штата Юта в штат Регон и захватил с собой племянника. Берти Гувер родился в Юте. В 1891 году 17-летний Гувер был в числе нескольких десятков первых студентов, открывшегося в калифорнийском городке Пало-Альто в Стэнфордском университете. Университет был назван в честь миллионеров Джейн и Леланда Стефорда, которые пожертвовали деньги на создание этого высшего учебного заведения. Итак, в 1891 году Гувер был в числе первых студентов этого университета. Но спустя четыре года он был в числе первых выпускников университета. Он закончил университет с дипломом геолога, что сближает меня с ним, потому что я тоже закончил университет с дипломом геолога. Итак, после недолгой работы в штате Аризо, Арканзас, в Арканзасе он работал недолго, Гувер переехал в Австралию и там занялся поисками золота. В 1899 году он начал работать в Китае. В различных компаниях будущий президент занимал посты главного инженера и менеджера. В 1901 году стал владельцем компании Beaverick Morning Company. Ее отделения были в Сан-Франциско, Лондоне, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Париже. В 1905 году он основал корпорацию Зинг и через три года купил на Урале, на Урале, с несколькими партнерами Кыштымский медиплавительный завод. Этот завод был основан в 1757 году Никитой Демидовым. Было учреждено общество Кыштымских заводов. И сегодня в Кыштымском музее хранится книга отчетов, в которой записано, что Гуверу принадлежали акции компании. В 1914 году, когда началась мировая война, Гуверы были мультимиллионерами. Я говорю Гуверы, потому что это Гувер и его жена Лу, которая была помощницей мужа и партнером. Имя Лу – это имя несколько необычное для женщины. Так ее назвал отец, он мечтал о сыне. Когда родилась дочь, назвал ее мужским именем и воспитывал как сына. С детских лет Лу ездила верхом. Она охотилась, она рыбачила. Но когда дело дошло до выбора профессии, Лу выбрала мужскую профессию. Она поступила в Стэнфордский университет на отделение геологии. Гувер обратил внимание на женщину, решившую приобрести мужскую профессию. Лу стала первой в истории Америки женщиной-геологом. В 1899 году она вышла замуж за Берти и новобрачные отправились в Китай, где мужа ждала новая работа. Во время плавания из Сан-Франциско в Тяньзинь молодожены Гуверы начали переводить с латыни, с латыни, энциклопедию по горно-рудному делу металлургии, по латыни, лере металлика. Эта энциклопедия была написана в середине 16 века финским деятелем реформации епископом Микаэлем Агриколой. Спустя годы, в 1912 году, переведенная Гуверы с латинского энциклопедия была опубликована в Америке. И вот что интересно. Супруги Гуверы преуспели в китайском языке. Когда они жили в Белом Доле, то бывало переговаривались по-китайски, чтобы окружающие не понимали, о чем они говорят. Вскоре после приезда в Китай Гуверы оказались в центре военных событий. Китайцы восстали против иностранцев. Их бунт вошел в историю, многие это знают, как боксерское восстание. В Тяньзине восставшие атаковали посольский квартал, в котором жили иностранцы. Пришлось иностранцам взяться за оружие, и Лу Гувер стреляла в восставших так же точно, как и мужчины. Иностранцев спас от резни, и англо-американский отряд морской пехоты. Начавшаяся в 1914 году мировая война застава Гувера в Бельгии. И жизнь заставила их поставить точку на предпринимательской деятельности. В тот год Гуверу исполнилось 40 лет. Столько жилья исполнилось его жене. Она училась тремя курсами. Не жили в Стенфорском университете, но они были ровесниками. И так в 1914 году им исполнилось 40 лет. И вот в день рождения Берти сказал, слушайте внимательно, дамы и господа, что сказал Берти в день 40-летия. «Если мужчина не заработал миллион долларов к 40 годам, он немногого стоит». Берти, прости меня, я тоже не заработал миллиона к 40 годам. Окей, сам Берти заработал к этому возрасту много миллионов. И вот что он еще сказал. «Я только позднее осознал», это он сказал чуть позже, «только позднее осознал, что моя карьера бизнесмена закончилась с началом войны, и я вступил на скользкую дорогу общественной жизни». Скользкая дорога общественной жизни Гувера, то есть жизнь правительственного чиновника, она началась с спасения американцев, которые застряли в Европе, когда началась война. Гувер помог вернуться домой 120 тысячам соотечественников. И он организовал и возглавил комиссию помощи Бельгии. Бельгия была оккупирована немцами. Гувер сумел убедить немцев разрешить поставки продовольствия в Бельгию и сумел убедить англичан пропускать продовольствие через установленную англичанами блокаду Германии. А когда Соединенные Штаты вступили в войну, это апрель 1917 года, президент Вудро Уильсон назначил Гувера главой Продовольственного управления Соединенных Штатов Америки. С 1918 года по 1923 Гувер возглавлял Американскую администрацию помощи, АРА. Эта помощь спасла от голода Европу и от смерти миллионы россиян. В 1919 году в Париже проходила мирная конференция, на которой страны-победительницы в Первой мировой войне обсуждали мирные соглашения с победенными странами. На этой конференции выступал Герберт Гувер. Вот что он в частности сказал. Большевизм – это хуже, чем война. Сказав это, Гувер дал ясно понять о своем отношении к большевистской России. Однако, когда руководитель АРА узнал, что происходит в России, он считал необходимым оказать помощь умиравшим от голода жителям этой страны. Гувер поставил два условия. Условие первое. Его организация АРА должна быть допущена к работе и действовать самостоятельно. Условие второе. Должны быть выпущены на свободу американские граждане, которые находятся в советских тюрьмах. Требование Гувера взбесило Ленина. Вот что заявил большевистский войс. Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир увидел. Но у российского фюрера не было выбора. Страна нуждалась в немедленной помощи. И в июле 1921 года он позволил Максиму Горькому обратиться к миру с воззванием от имени правительства. Я процитирую Горького. Не все, конечно, его обращение, только небольшую часть. Горький просил. Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни. И я смею верить, что честные люди Европы и Америки, поняв трагизм поражения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами. Это Горький. Также с разрешения правительства патриарх Тихон отправил послание епископу Нью-Йоркскому. В частности, он писал «Через вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки. В России голод. На почве голода эпидемии необходима самая широкая помощь. Промедление грозит бедствиями и неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты». В августе 1921 года АРА подписалась России договор о помощи. Я приведу, дамы и господа, лишь некоторые цифры, свидетельствующие о масштабах этой помощи летом 1922 года. Ежедневная еда, подчеркиваю, ежедневная еда для 4 миллионов 173 тысяч трехсот тридцати девяти детей. Ежедневная еда для 6 миллионов трехсот семнадцати тысяч девятьсот пятидесяти восьми взрослых. Максимальное число ежедневных обедов 10 миллионов 491 тысяча восемьсот девяносто семь. Ежедневное число открытых столовых. Число открытых столовых. Двадцать одна тысяча четыреста тридцать пять. Медицинскую помощь получали в 1922 году четырнадцать тысяч четыреста больниц. Американскую помощь получали четырнадцать тысяч четыреста больниц. И сумма этой помощи составила гигантскую для того времени цифру семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч долларов. Наступило лето 1923 года, и Герберт Гувер посчитал нужным прекратить деятельность АРА в большевистской стране. И вот почему. Подтолкнуло Гуверу к этому решение советского правительства о возобновлении экспорта зерна. В январе 1923 года в городе Одессе можно было наблюдать такую картину. Американский корабль выгружал продовольствие для голодящих, а рядом, рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург. Общая помощь АРА Советскому Союзу, страна стала называться Советским Союзом в декабре 1922 года, 1922 года. Так вот, общая сумма помощи АРА Советскому Союзу составила 61 миллион 6 десятых миллионов долларов. 61,6 миллиона. Это были деньги как американского правительства, так и сотен американских благотворительных организаций. Горький отправил Гуверу послание на этот раз от своего имени. Ваша помощь войдет в историю как уникальное, гигантское достижение, достойное величайшей славы, которая будет долго оставаться в памяти миллионов россиян, которых вы спасли от смерти. А вот как откликнулся на помощь АРА Корнеева-Анчиковский. Знаешь ли ты, мой дорогой Рокфея, что три посылки АРА значили для меня? Понимаешь ли ты, как благодарен я Колумбу за то, что в один прекрасный день он открыл Америку? Спасибо тебе, старый моеход! Спасибо тебе, старый бродяга! Эти три посылки значат для меня больше, чем просто спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе, и теперь я снова чувствую себя писателем. Герберт Гувер не был ни демократом, ни республиканцем. Столбив, процитирую, «на скользкую дорогу общественной жизни», он возглавил продовольственное управление Соединенных Штатов по просьбе президента демократа Вудера Вильсона, а после победы республиканца Орена Хардинга на выборах в 1920 году не отклонил предложение президента-электа и возглавил Министерство торговли. Он руководил этим министерством и в администрации Калвина Кулледжа. Кулледж, как мы знаем, будучи вице-президентом, стал президентом после внезапной смерти Хардинга в 1923 году. И Гувер выставил свою кандидатуру в 1928 году на пост президента, когда Кулледж объявил, что не будет добиваться переизбрания на очередной срок. В 1928 году, в год выборов, Гувер был общенационально популярен. О министре финансов страна узнала годом ранее, в 1927, во время катастрофического стихийного бедствия, наводнения на Миссисипи. Это наводнение вошло в историю как Great Mississippi Flight 1927, великое наводнение на Миссисипи в 1927 году. Его так назвали. Оно было самым разрушительным до урагана Катрина в 2005. Под водой оказались города в 10 штатах. Полтора миллиона жителей остались без крова. Президент Кулледж создал комиссию для оказания помощи пастердавшим и по просьбе губернаторов шести штатов назначил ее руководителем Гувера, хотя у министра торговли были совершенно другие обязанности. Но Америка еще не забыла о роли Гувера как руководителя АРА. Гувер оправдал доверие. Он призвал соотечественников к сбору пожертвований для помощи пастердавшим. Было собрано 17 миллионов долларов, по нынешним деньгам 230 миллионов. На эти деньги было построено более 100 палаточных городов. Создан флот из более чем 600 судов. Эти корабли доставляли продовольствие, медикаменты и одежду. И в 1928 году Гувер, играя, справился с демократом Айтфедом Смитом, выиграл выборы в 40 штатах, в том числе в 5 южных. Южные штаты в то время голосовали обычно за демократов. 4 марта 1929 года, в день инаугурации Гувера, Страна была на пике подъема. Спустя 7 месяцев, 7,5 месяцев, 24 октября, случился обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже. Курс акций покатился вниз. Через 5 дней, 29 октября, случился новый обвал. И с этих дней принято отсчитывать начало Великой депрессии. Вопрос. Несет ли Гувер вину за шок на бирже в конце октября 1929 года? Ну, конечно, нет. Это произошло бы при любом другом президенте. Есть, правда, историки, которые полагают, что Кулич решил не перезбираться на очередной срок, поскольку предвидел крах на бирже. Я оставляю эти предположения на совести историков. Давайте попробуем ответить на вопрос. Бывали у Гувера возможность предотвратить то, что последовало за обвалом биржи, в частности, массовую безработицу и потери миллионами американцев всего, что они имели? Вероятно, такая возможность была. Если бы, если бы Гувер позволил частному сектору самому выбираться из кризиса, так наверняка поступили бы два его предшественника. Президент Хардинг и вице-президент Кулич приняли в 1921 году страну в состоянии жесточайшего кризиса. Кризис был вызван войной и экономической политикой Вильсона. В борьбе с кризисом Хардинг, а за ним Кулич, сделали ставку на частный сектор. Но вот Гувер считал, что только у правительства есть рычаги, способные оздоровить экономику. Деятельность Гувера, начиная с 1914 года, когда он вступил на скользкую дорогу общественной жизни, Эта деятельность убедила его в том, что государство способно решать трудные проблемы, будь то борьба с голодом или помощь жертвам стихийных бедствий. И вот когда разразился экономический кризис, президент Гувер посчитал, что правительственные рычаги – это лучший инструмент в борьбе с кризисом. Вмешательство правительства в экономику стало нормой, и такое вмешательство только ухудшало положение. Особенно тяжелые последствия имел закон о тарифе, вошедший в историю по имени его спонсоров, сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Холли. Этот закон повышал пошлины на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. С тысячи, тысяча, тысяча, двадцать восемь американских экономистов, больше тысячи, просили письменно Гувера наложить вето на законопроект. Генри Форд встретился с президентом в Белом доме, убеждал его отвергнуть закон. Гувер не прислушался к советам, и ответ последовал незамедлительно. Импорт Соединенных Штатов упал в следующие три года на 60%. Американский экспорт в Европу снизился в три раза. Ко времени выборов в 1932 году уровень безработицы достиг почти 25%. И кандидат демократической партии Франксен Дилан Рузвельт разбил Гувера в пух и прах, победил в 42 штатах из 48. Ныне, сегодня, либерально-прогрессивские СМИ не устают повторять, что Дональд Трамп – это сегодняшний Гувер, и предсказывают, вот-вот безработица достигнет уровня, какой Гувер оставил в наследство Рузвельту. Дамы и господа, Вопрос. Справедлива ли оценка, которую выставляют историки Герберту Гуверу? Если иметь в виду Гувера президента, мы с вами должны признать оценка справедлива. Но не справедливо оценивать деятельность любого политика только годами, в течение которых он был президентом. Я сейчас вам процитирую известнейшего американского историка Ричарда Пайпса, он занимался историей России, на русском языке вышли все его книги, в том числе фундаментальные исследования, которые называются так «Русская революция России под большевиками с 1918 по 1924 год». В этой книге есть такие строки. «Многие государственные деятели занимают видное место в истории благодаря тому, что послали на смерть миллион людей. Герберт Гувер имеет редкую возможность занять достойное место в людской памяти, как спаситель миллионов». И дамы и господа, интересующиеся Россией историки всего мира многим обязаны Герберту Гуверу. В 1919 году миллионер-мульти-миллионер Гувер создал при Стэнфордском университете институт, который носится его имя. Этот институт представляет крупнейшее вне России хранилище документов о большевистском перевороте и гражданской войне. В Гуверовском институте хранятся в частности личные бумаги и документы Александра Керенского, генерала Франгеля Иуденича, русского посла в Париже Маклакова и многих-многих других деятелей переходной эпохи России от царизма к большевизму. И дамы и господа, ныне, ныне, ныне Гуверовский институт является также одним из главных мозговых центров республиканской партии. На этом я ставлю точку в монологе, но прежде чем мы перейдем на рекламу, несколько объявлений. Да, господа, многие из вас, я понимаю, я получаю письма. Иллинойс лидирует в борьбе за книжку Алексея Орлова «Тень проклятия. Текумсена с Белым домом». Я напомню, что каждый, кто хочет заказать эту книжку, должен написать мне имельку, послать имельку на мой адрес 1mashaorlov.gmail.com 1mashaorlov.gmail.com И я сообщу вам свой адрес. Также книгу сегодня вы можете купить на Амазоне, на lulu.com и на barnesandnobel.com И, дамы и господа, одно замечание. Тот из вас, кто уже получил эту книгу, многие получили, но они все, дамы и господа, вы, наверное, обратили внимание, что редактором этой книги является Александр Макин. Саша Макин – мой друг. Но дело не только в том, что он мой друг. Он автор замечательных рассказов, прекрасных рассказов. И многие его рассказы гуляют по интернету. Причем Сашины рассказы – это рассказы о нас с вами, об иммигрантах из бывшего СССР. У него есть рассказ, который называется «Моя первая работа». Я считаю этот рассказ шедевром. Так вот, каждый из вас, кто хочет купить книгу рассказов Макина, может обратиться к нему по интернету. Адрес такой. A.Makin. A.Makin. Так и латинскими буквами напишите. A.Makin. Sabachense.verizon.net И дамы и господа, поверьте мне на слово, я советую вам читать рассказы Саши Макина не потому, что он мой друг, а потому, что он пишет замечательные рассказы. Если бы он писал плохие рассказы, я бы вам его не рекомендовал. Вот на этом я ставлю точку. Сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте наше радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как обычно, Алексей отвечает на ваши вопросы, обменивается мнением, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-52-00 847-400-52-00 Вы сможете пообщаться с Алексеем, со мной, вообще между собой. В общем, звоните, будем общаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями, у меня к вам вопрос, Алексей. Может быть, немножко не по теме, но тем не менее. Не знаю, имели ли вы удовольствие сегодня посмотреть хотя бы частично слушание в Сенате. Я сегодня не имел удовольствия смотреть слушание в Сенате, но я имел удовольствие слушать министра обороны, который отказался, считает нужным, что войска посылать на усмирение бунта, который происходит в десятках городов, не надо. А то, что происходит в Сенате, я сегодня не смотрел, не слушал, но вечером будут новости, я буду смотреть. Ну, да, это, наверное, самый лучший способ, действительно, потому что ничего не пропустили так между нами мальчиками. Ну, а раз вы затронули выступление Яспора, ну, а как вы считаете, Америка готова к вступлению военных сил, или все-таки еще есть время подождать? Значит, вопрос, он имеет два ответа. Во-первых, вопрос о введении армии делами главы Пентагона, а тамнокомандующего армией президента Соединенных Штатов. Это первое. Второе. История нашей страны знает о том, что закон, он называется так, Insurrection Act, закон о восстании, или закон о мятеже, или закон о бунте, можно переводить, как он да, он применялся неоднократно. В частности, в частности, в 1968 году президент Линдон Джонсон послал армию в город Детройт, в город Вашингтон, столица страны, и в город Балтимор, где были бунты. И, кстати, 7 апреля 1968 года армия привела и была в славный город Чикаго для подавления бунтов. Таким образом, Дональд Трамп, предлагая, решая вопрос о применении армии для подавления того, что происходит, он не открывает Америку, это делали до него, и я считаю, что в той ситуации, которая сейчас сложилась, это следует сделать. Более того, когда дело дойдет до выборов, и экономика, и коронавирус, это все будут приниматься во внимание. Но главным образом будет приниматься во понимание, что сделал главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов для спасения нас с вами, рядовых граждан, от грабителей, негодяев, преступников. И если, если эти безобразия будут продолжаться, мое мнение, Трамп обязан вести войско, обязан. Это мое мнение. И я полностью с ним согласен. А теперь давайте примем звонок наших радиослушателей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу обратиться к Алексею Орлову. Я несколько раз посылала ему имейл с просьбой о книге. Очевидно, он ее не получил, потому что у меня не было ответа. Но я нашла адрес, его адрес. То есть, могу ли я послать прямо чек на этот адрес? Ради Бога. А вы знаете мой адрес? Если вы не знаете, вы позвоните в редакцию радио, и вам скажут мой адрес. Я вот там в редакции и нашла адрес. Ну, там, в общем. Ну, и все. Ради Бога. А второе, там есть ваш адрес. Могу? Прекрасно. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, перезвоните. Я видел, что вы звонили. Мне просто нужно было закончить разговор с предыдущим радиослушателем. вот у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы задать следующий вопрос. При всем моем уважении и поддержке моего президента Трампа, мое мнение честно субъективное, я считаю, что первый день этих выступлений банк, этих практически, их иначе называть нельзя. дело было за сенаторами и мэрами городов. Но когда несколько штатов, несколько штатов произошла аналогичная ситуация, и считаю, что немедленно Трамп должен был бы вести военное положение, вести войска по всем штатам. Что вы считаете по этому поводу? Окей. Вы знаете, у нас есть замечательная конституция, которая обязывает в первую очередь губернатора каждого штата заниматься этим. Значит, каждый штат, в котором случилось безобразие, в основном безобразие, насколько я понимаю, случается в штатах главным образом либо губернаторы демократы, либо мэры демократы. Значит, они должны были призвать национальную гвардию. Каждый губернатор имеет возможность призвать национальную гвардию. Не может. В том, что случилось, он обязан. Поэтому вмешательство президента в такой ситуации вовсе не обязательно, потому что национальные гвардейцы могут навести порядок. Но поскольку губернаторы, демократы не хотят усмирять бандитов, им бандиты по той или иной причине нравятся, я буду называть вещи своими именами, они по той или иной причине и сочувствуют по той или иной причине. Они не хотят воспользоваться услугами национальных гвардейцев. И вот именно поэтому Трамп должен, повторяю еще раз, должен, не может, должен, если будет продолжаться хотя бы сегодня вечером ночью то, что происходило в предыдущие несколько дней, он должен, обязан, с моей точки зрения, воспользоваться услугами армии, чтобы защитить свою страну, защитить избирателей, республиканцев, и демократов, и независимых. Потому что то, что происходит, это бунт черни, это подонки вооруженные, белые, черные, розовые, красные, всех цветов и оттенков, их нужно подавлять. Для этого нужно применять армию, если губернаторы республиканцы не хотят воспользоваться услугами национальной гвардии. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый, добрый. Я несколько дней смотрю на ютубе ролики такие блогерам Дениса. Он очень интересно показывает состояние вот этого, которое находилось в нас в Бруклине и Манхэттене. Картина, конечно, ужасная. Притом, когда он показывает, он интересный, он и со стороны полиции, и со стороны нападающих. И вы знаете, картина ясна. Значит, вот эти надписи «Kill Cups» и плакаты, если вас арестуют, обращайтесь по телефону такому-то и такому-то. Все очень организовано. Самое интересное, что я обратил внимание, что вот этих всех протестующих, а вреднее мародерствующих, всегда намного меньше полицейских. Но полицейские совершенно безоружные. Первый день они даже вообще без фуражек пришли. И им по головам камни стали кидать. Откуда Манхэттене камни, я не знаю. Вот. Понимаете? Они безоружные. Они действуют под приказу. Ими в Нью-Йорке, кстати, если говорить о городе Нью-Йорке, есть мэр, которому подчиняется громадное, много-много-много-много тысячное полицейское управление. Значит, я так понимаю, что мэр марксист, скотина порядочная, отдал распоряжение своему начальнику полиции, чтобы он приказал полицейским не вмешиваться, ничего не делать, не препятствовать, не арестовывать. Понимаете? Опять-таки, это город. Что касается губернатора Кова, который вчера критиковал мэра. А почему ты губернатор критикуешь мэра? У тебя под началом национальная гвардия, ты можешь распорядиться, чтобы в город Нью-Йорк пошла национальная гвардия. Он тоже этого не делает. То есть, эти полицейские вчера стреладельцы и полицейские встали на колени перед этими самыми, перед мародерами. На колени встала американская полиция перед бандитами. Дамы и господа, мы это когда-либо раньше видели в предыдущие 200 с лишним лет существования Соединенных Штатов. Вы знаете, мне тоже почему-то, когда они встали на колени, я не подумал, что это так надо. Вот моя мораль, мое понимание... Так надо. Становится на колени перед бандитами. Полиция становится на колени перед бандитами. Да. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Толя. Здравствуйте, Женя из Невжерни. Здравствуйте, Женечка. Вот Алеша говорил, может быть, Трамп сделает то-то и то-то. Трамп уже заявил, что если сегодня, то есть ночью, или сегодня утром, не прекратится эта вся хреновина, он ведет войска. Войска, уже министр обороны, сказали, находятся в положении стендап. Так что, не волнуйтесь, он делает то, что он может делать. Я волнуюсь, потому что между словами и делами есть большая разница. Поэтому я волнуюсь. Ну, давайте... Я хочу, чтобы были не только слова, но и дела. Пока что дел я не вижу. Будем надеяться. Итак, добрый день, вы в эфире. Алло, здрасте. Здрасте. Добрый день. Алексей, вы говорите о бандите. А бандиты, это две большие разницы, как в Одессе говорят. Бандиты. Если были натуральные бандиты, то губернаторы штатов применили бы сразу, их задавили. А это либеральная мразь. Это их не электорарад, это их не отрады. Поэтому эти губернаторы не принимают никаких мер и не будут принимать. Вот и все. Да, спасибо. Я условно согласен, что это их электорарад. Совершенно естественно. Я премного сомневаюсь, чтобы люди, которые голосовали за республиканцев, пили витрины, поджигали машины. Это, естественно, электорарад демократической партии. Да, сто процентов. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Я вас слушаю, добрый день. Да, добрый день еще раз. Скажи, пожалуйста, как вы считаете, все бизнесы, которые пострадали от этих насилий, грабежа, воровства, вот это не поддерживает Трампа в его выборной кампании. спасибо. Спасибо. Вы знаете, я не знаю, во-первых, мне трудно, я скажу так, то есть, если Трамп, если Трамп применит, воспользуется услугами армии, воспользуется, то бизнесы, я не говорю все, но абсолютное большинство бизнесов, которые разгромлены, поддержат Трампа. если безобразия будут продолжаться, а Трамп армией не воспользуется, то я весьма сомневаюсь, что эти бизнесы будут Трампа поддерживать. логично, очень логично. Итак, так как у нас перерыв в звонках, давайте мы, я вам дам заключительное слово, как обычно, ну, а если кто-то решит позвонить, я опять же дам вам знать, может быть, у нас будет время принять звонок. Прошу вас, Алексей. Значит, на следующую неделю я буду отвечать на вопросы, которые мне задают часто. Как обстоят дела с выборами в Сенат? Мы прекрасно знаем, что республиканцам нужно защищать 23 мандата, демократам нужно защищать всего лишь 12 мандатов. Задача республиканцев страшно сложная, более того, она усложняется рейтингом Трампа, потому что если Трамп проиграет, он может тянуть на дно и Сенат. И если Сенат окажется под водительством демократов, даже при условии, что Трамп останется президентом, то Трамп руки Трампа будут завязаны и при назначении судей, федеральные суды и Верховный суд, при назначении должностных лиц. И я, говоря о выборах в Сенат 2020 года, я обязательно вспомню о Жаком лете 1968 года, когда тоже жгли хулиганы все, что можно, в том числе и в славном городе Чикаго. И я постараюсь провести параллели между 1968 годом и 2020 годом. Это будет тема передачи через неделю. Замечательно. Итак, я прошу вас, Алексей, еще раз напомните, пожалуйста, способы получения вашей или заказа вашей книги, для того, чтобы мы действительно напомнили нашим радиослушателям о том, где, как ее можно приобрести. Но перед этим давайте мы примем один коротенький звонок. Добрый день, вы в эфире. Это я? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за передачу. Я только коротко хочу спросить, Алексея, есть ли связь между 1968 годом в Чикаго и теперешними событиями? Я думаю, что ноги растут из одного центра. Спасибо, интересно. Я не знаю, растлили тогда ноги из центра под названием Джордж Сорос. Понимаете, масса параллелей, в частности, 1968 год, в год выборов, был охвачен бунтами. Но тогда были бунты в связи с убийством Мартина Лютера Кинга и убийством Роберта Кеннеди. И Роберт Кеннеди, и Мартин Лютер Кинг, они не были бандитами. Сегодня героем стал бандит, бандит, которого, и опять-таки, не подумайте, что я оправдываю то, что сделал полицейский, который его задушил. Ни в коем случае. Этого делать нельзя, его будут судить, это уже другие дела. Но он, ну, это, видимо, был бандит, которого, в общем-то, он задушил и убил. Человек, который сидел в тюрьме, который сидел в тюрьме несколько раз. Там много что-то слушает. Теперь параллель между 68-м годом и 2020-м будет не только в связи с бунтами, которые были в 68-м году и бунтами, которые происходят сегодня, но масса других похожих ситуаций. Ну, просто масса других. Я приведу только одну. 68-й год, это пражская весна и советские танки в Праге. 2020-й год, мы можем сказать, это будет гонконгская весна и не исключено, танки Красного Китая будут в Гонконге. То есть связи масса. Он, все, общих вещей масса. Вот об этом пойдет речь через неделю. Теперь, дамы и господа, чтобы поснять мне чек, вы должны на мой адрес, имельный адрес, 1, Маша Орлов, циферкой 1, Маша Орлов, М-А-С-Х-А-О, R-L-O-V, собаченцы.gmail.com, послать свой адрес, и я вам сообщу, как вы получите эту книгу. Также, если вам не обязательно нужна книга с автографом, вы можете ее купить, во-первых, на Амазоне, все знают, на Barnes & Noble, должны знать, и на Lulu.com, то есть вы можете купить книгу у меня, получив ее с автографом, либо купить книгу без автографа на сайтах. У меня она стоит 20 баксов, на сайтах стоит 15 баксов, но там нужно платить за пересылку, и за налог на покупки. У меня за посылку не нужно платить, за почту, и никакого налога на покупки я не взимаю. Вот такие дела, дамы и господа. Замечательно. Ну, а я в свою очередь желаю, чтобы ваша книга все-таки стала бестселлером не только на Амазоне, но и в Нью-Йорк Таймс, и тогда я буду считать, что ну, я свою жизнь прожил не зря. Толя, сейчас ее переводят на английский язык, я надеюсь, что она переведена, она будет стопроцентно, я надеюсь, что мы найдем издательство и издадим ее на английском языке. После этого, может быть, Нью-Йорк Таймс не будет на Нью-Йорк Таймс, тем не менее, окей, Толя. Это окей. Спасибо, дамы и господа, будьте здоровы. Спасибо. До свидания, Алексей, будьте здоровы.